Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В Рубцовске митингуют против закрытия туб-диспансера. Самое страшное место на земле. Барналу вновь прославился на всю страну. Больше сотни дзюдоистов сражались за кубки и медали в минувшие выходные. Оставьте круглосуточный туб-диспансер. С таким требованием накануне выступило около 200 жителей Рубцовска. Напомню, медучреждения закроют уже через неделю. Чего так боятся люди? Ну, расскажем прямо сейчас. Это вредительство. Самое натуральное. Да нас истребить хотят побыстрее, а не вылечить. Не просто лозунги в руках, а возмущение. 200 человек взывают к совести чиновников здравоохранения. В Рубцовске закрыли и продолжают закрывать медучреждения. Сначала реабилитационный центр для семипалатинцев, теперь круглосуточный туб-диспансер. Это новость для жителей, как удар электрошоком. Город Рубцов является одним из лидеров заболеваемости туберкулеза не только в Алтайском крае, но и на территории России. По неофициальным данным, которые гуляют в интернете, на учете в Рубцовском туб-диспансере полторы тысячи человек. По официальному Минздраву 350. Им им предложили альтернативу. Лебяжинский туб-диспансер – это за 50 километров от дома. Но большинство пациентов ездить туда не собирается. Неужели я буду ехать маршрутки, я буду сидеть, давиться и не смогу покашлять. Естественно, у меня кашель. Я буду кашлять. Хоть я и в руку, а оно-то разлетается. Куда оно? Ты так же сидишь рядом со мной, сидишь рядом со мной, ты со мной дышишь. Будут выпущены 350 больных на домашнее лечение. Они будут среди нас. Они этого сами не хотят. И возмущенных такой ситуации намного больше. Известно, что некоторым сотрудникам медучреждений города просто запретили участвовать в митинге. Тем не менее, 200 неравнодушных требуют от властей новое здание туб-диспансера. Причем в кратчайшие сроки. Напомним, за пару дней до народных волнений в Рубцовск приехал министр здравоохранения. Он предложил три варианта – построить с нуля, найти другое помещение, либо отремонтировать действующее. Решение примут в конце декабря. Правда, стационар закроют уже 18-го. В интернете это уже называют геноцидом. Валентина Аскерова, Ева Левина, Дарья Черепанова. День с толком. Андрей Крылов впервее всех предпринимателей, бывший глава партии «Роста», заявился на конкурс барнаульского сети-менеджера. Крылов пока первый и единственный претендент на должность главы города. В ноябре он покинул пост руководителя регионального отделения партии «Роста». А в сентябре прошлого года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края. Напомним, документы на пост мэра принимаются с 5 по 19 декабря. Претенденты должны выдвинуть свои кандидатуры, представить проект развития города. После специальная комиссия проведет с каждым собеседование. А потом городские депутаты утвердят нового главу. Потепление разрушило планы многих любителей зимнего спорта. В Барнауле на коньках, например, уже не покататься. От плюсовой температуры лед на открытых катках начал таять. Так, ледовое покрытие в парке «Центральный» в пятницу начало превращаться в лужу. Теперь, конечно, все замерзло, но местами лед протаял до асфальта. Его придется реставрировать практически полностью. Конечно, такие климатические подарки сильно бьют по бюджетам парков. Ведь прокат коньков – один из немногих способов заработать зимой. В «Центральном» попытаются восстановить лед до следующих выходных. Будем восстанавливать. Но эта неделя практически вся опять минус 3, минус 2. Поэтому всю неделю будем восстанавливать. Может быть, к выходным откроемся. Вот в камне на обе из-за аномального тепла проснулись бабочки. Один из жителей обнаружил чудесные насекомые у себя дома. Каменские известия пишут, что это бабочка-крапивница. Как правило, пробуждение насекомых зимой – вот теперь явление частое. Бабочек можно увидеть на снегу, в подъездах и на балконе. Каменцы в социальных сетях шутят, что вслед за крылатыми скоро пойдут опята. К другим темам. 110 миллионов рублей выделят на реставрацию Краевого краеведческого музея. Такой приказ подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Такой щедрый жест не стоит связывать с недавним визитом политиков в наш регион, поскольку деньги выделяют в рамках нацпроекта «Культура». Всего на реновацию региональных театров, музеев и домов творчества выделят 3,5 миллиарда рублей. Алтайскому музею деньги направят в 1922 году. Но, как нам сказали в пресс-службе Министерства культуры, реставрацию начнут раньше, уже за счет краевых средств. Напомним, здание Алтайского краеведческого музея носит статус объекта культурного наследия федерального значения, а сам музей основан в 1823 году. И вновь Барнаул прославился на федеральном канале. О краевой столице шутили в шоу Ивана Урганта. Один из его гостей оказался жителем нашего города и задал телеведущему неожиданный вопрос. Пугаете ли вы своих детей, что если они будут себя плохо вести, вы их отправите в Барнаул? В самое страшное место на земле, видимо. Никит, спасибо... Честно говоря, нет, но спасибо вам за эту прекрасную идею. Девчонки, вас ждет удивительные страшилки. О Барнауле на центральных каналах вспоминают довольно часто. К слову, Иван Ургант в последний раз упоминал наш город в сентябре, когда в парке Орликина сгорел аттракцион «Дракончики». Тогда он пошутил, как аттракцион назовешь, так он и будет работать. Ну вот с таким вердиктом согласны не все барнаульцы. С чем у них ассоциируется город, узнавала наша съемочная группа. Тут недавно по телевизору сказали, что Барнаулом можно пугать детей. Вы с этим мнением согласны? Нет. Я живу в Ленинском районе, у нас прекрасный, красивый город. Да, особенно дорогами. У нас в райцентрах чистят гораздо лучше, у нас проходимость больше, чем у вас, даже по трассе. Какие у вас ассоциации Барнаул вызывают? Красивый город, красивые дома, нет повторяющихся домов. Мне нравится этот город. Год от года красивее и красивее. Барнаул, не знаю. Я правда в деревне живу, но здесь учился в свое время пять лет. Ну прям сильно изменился город. Ну так-то город ничего, но, говорю, прав, мало у него. В принципе, город очень хороший, мне нравится у него жить. Тут много, как бы, памятник, тут много, куда можно сходить. Ну, да, здесь есть свои минусы, но все-таки они не настолько страшные. А еще Барнаул – спортивная столица. В эти выходные сюда приехало больше сотни дзюдоистов, чтобы почтить память прославленных спортсменов края и поднять свой статус. На Алтае состоялся всероссийский турнир под дзюдо. Рамзан, в камере работай так же, двигайся! Сила, гибкость, техника и скорость реакции – все это обязательные качества хорошего борца дзюдо. Здесь лучшее. 110 участников турнира с внушительной географией. 23 субъекта России. Девочки в моей весовой категории попались достаточно-таки серьезные. Есть призерка России, поэтому схватки покажут. Я не буду загадывать. А бороться спортсменам есть за что. На кону статус мастера спорта. Статус соревнований – это мастерский турнир, скажем так. Спортсмены, которые занимают первое место в весовой категории, если определенные условия всероссийской классификации выполняются, то им присваивают звание мастера спорта. Но также имеют право и участвовать мастера спорта, поэтому это спортивный принцип. Эти спортивные принципы в Барнауле чтят ежегодным турниром уже около 30 лет. Он посвящен памяти борцов дзюдо и самбо Алтайского края. Всем алтайским борцам известны фамилии Зверева, Малютина, Анохина, Еремина. Поколениями они участвовали в этих соревнованиях. Честь и гордость за то, что я борюсь и живу в Алтайском крае, где боролись такие борцы. По итогам соревнований выберут победителя в каждой весовой категории. Всего их 8. Это значит, что на пьедестал второго места поднимется 16 победителей мужчин и женщин. На пьедестал первого места столько же. А вот на пьедестал третьего места поднимется победитель в два раза больше, потому что на третье место выбирают по два победителя в каждой весовой. Победителям полагаются не только медали и дипломы, но и денежные премии, статус мастера спорта. А ради этого можно проехать и пол России. Дарина Миллер, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.